Из Кураховского водохранилища, где накануне российские войска подорвали плотину, вылилось 15 миллионов кубометров воды. Уровень в реке Волчья поднялся на более чем метр. Однако подтопление домов в соседних населенных пунктах пока что не зафиксировано. Но из-за постоянных обстрелов армии РФ осмотреть гидротехническое сооружение пока не удалось. Об этом сообщил руководитель Кураховской городской военной администрации Роман Падун. По его словам, россияне пытались повредить плотину авиабомбами в течение трех месяцев. Однако угрозы полной утечки воды из водохранилища нет. К сожалению, это усугубляет состояние наших оборонцев. Ну а с другой стороны, проявляет еще раз террористические подходы, нарушение международных прав, ведение войны, которые не придерживаются. Если перерезать пяти логистически, то это постепенно делает невозможным отстаивать дальше город и частям, которые находятся внутри. Поэтому это серьезный вопрос, проблема. Тем временем на фронте захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В частности, на Куканском направлении были попытки российских атак у Колесниковки и Кругляковки. На Лиманском противник вел штурмы возле Новомихайловки и Торского. На Торецком направлении армия РФ при поддержке бомбардировщиков пыталась вытеснить подразделения ВСУ из Торецка и Щербиновки. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях. Бои шли вблизи Ильинки, Вознесенки, Новодмитровки и Григорьевки. Россияне используют захват Угледара для дальнейшего наступления. Об этом сообщили в Институте изучения войны. По данным аналитиков, армия РФ делает это для выравнивания линии фронта. Противник уже не может наступать на всех направлениях, как раньше, с достаточно серьезными темпами продвижения. В связи с этим он перегруппируется и концентрируется свои ресурсы на каких-то отдельных направлениях. Они, где могут, уходят от очень затратных городских боев. И в данном случае пытаются это очевидь и в Курахово. То есть захватить этот город, чтобы бои внутри города вообще не были элементами. Задача тех частей, которые воюют вокруг Курахово на правы Непокорского, сломать эти планы, как можно больше нанести поражение противника, вооружение техники и живой силе. И выходить постепенно, с учетом того, чтобы наращивать помощь. Путин хочет вернуть территории Курской области до января 2025 года. То есть до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Telegraph. Власти РФ развернули там 50 тысяч российских и северокорейских военных. По данным британской военной разведки, Россия, вероятно, увеличит количество атак беспилотниками. То ли они боятся, что крупным соединением корейцы могут там как-то себя вести не так, как хотелось бы им, или неэффективно, как хотелось бы они представить. Но так или иначе, вот этот потенциал, там, до 12 тысяч северокорейцев, они не вводят для того, чтобы решить вопрос с обтеснением наших вооруженных сил. Ну и скорее всего, там с глобальных подходов военно-политических, чтобы корейцы оставались на границе, удерживая ее, а им перебросить, ну, в необходимые места. Тем временем 47-я отдельная механизированная бригада отразила масштабный штурм российских войск в Курской области. Об этом заявила пресс-офицер бригады Анастасия Блыщик. По ее словам, захватчики пытались залетать на технике с десантом и штурмовать населенные пункты. Однако украинским воинам удалось уничтожить 10 единиц бронетехники. В частности, три ПТРа подорвались на минах, другую технику уничтожили с помощью FPV-дронов, а также из ПТРК «Стугна». Та часть российских солдат, которая выжила, разбежалась и спряталась в посадках. И рекордные 1950 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 712 тысяч человек. Также за сутки силами обороны Украины уничтожены 23 танка, 81 боевая бронированная машина, 38 артиллерийских систем и 61 беспилотник. Кроме того, украинские защитники сожгли почти 70 единиц автомобильной техники противника. Продолжение следует...